Здравствуйте! Последние дни апреля были достаточно пестрыми на события, и хорошие события, и плохие события. Начну, пожалуй, с хороших. Успешно прошли мои презентации книги «Записки странствующего армянина» в Москве и Санкт-Петербурге. Было достаточно много людей, много подарков, за что я благодарю. К итогам этих двух презентаций я еще вернусь в последующем своем выпуске. А пока хочу пригласить ереванцев на такую же презентацию 11 мая в 15.00 в субботу. Я там встречусь с вами в зале на улице АРАМИ 42-1. Зарегистрироваться вы можете туда, если пройдете по ссылке, она указана здесь вот, внизу, под этим самым экраном, в описании видео. Ну, а если вы будете 11 мая в Ереване, сейчас находитесь вне Армении или вне Еревана, то можете заказать книгу, пройдясь по другой ссылке. Там же в описании написано «Заказать или купить книгу». Это если вы не будете в Армении 11 мая или вообще в ближайшие месяцы. Что ж, теперь о плохом. Также апрель 24-е нам напоминает из года в год о том страшном геноциде армянского народа, устроенном младотурками в 1915 году. Буквально во всех цивилизованных странах мира проходят демонстрации, митинги или просто поминальный день с возложением цветов к мемориалу. Жертв не только даже в самой той же Армении, но и в России, Европе, странах Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Австралии, Северной Африки. В тех частях света признавших, что признали геноцид армян, первый геноцид 20 века. Но тут речь о цивилизованных странах, цивилизованных правителях этих стран. Увы, в 21 веке не все признали геноцид, а более того продолжают геноцидальную политику. Не просто умалчивают, но и продолжать такую политику. Недавняя, например, этническая чистка в Нагорном Карабахе и Арцахе тому, я считаю, яркий пример. Я имею в виду этническую чистку правителям Азербайджана, конкретно человеком, Ильхамом Алиевым. Ну и, как подобает всем восточным диктаторам, Алиев тоже любит выкидывать неприятности каким-то приуроченным датам. 24 апреля был доставлен в полицейский участок российский политолог Михаил Александров. Но и в тот же день он был выпущен. К делу вмешался известный уже нам юрист, адвокат Рубен Киракосян. Я немного ознакомлен с обвинениями, но все же решил пригласить и Рубена Киракосяна, и Михаила Александрова в эфир, чтобы не было испорченного телефона. Я вас приветствую. И первый вопрос, наверное, следует задать Михаил Владимировичу. И напомню, что два года назад из-за того же Ильхама Алиева Александрова уволили из МГИМО, где он преподавал. Итак, вопрос. Что на этот раз от вас хочет бакинский режим? На что он теперь обиделся? Алиев. Из МГИМО два года назад, то одновременно против меня было возбуждено уголовное дело. По сфальсифицированному, как сейчас уже выясняется, обвинению, так и новое должно быть. Не могло быть, потому что я, в общем-то, никаких правонарушений не совершал. И даже я в Азербайджане-то не бывал в постсоветский период, поэтому как тут они могли против меня уголовное дело вообще возбуждать. Ну вот, как все началось. 24 апреля, рано утром, где-то по 8 утра, раздался у меня стук в дверь. Сейчас я вот так репроспективно смотрю, но это очень как-то напоминает то, что наши люди испытывали в 1937 году. Правда, тогда ночью стучали, сейчас как-то не так сурово, где-то уже светло было, но раздался стук в дверь. Я еще спал, жена подошла, спросила, кто там, полиция. Тогда я уже встал и не понял, кто это, собственно, пришел. Дело в том, что за день до этого у меня был разговор с заместителем начальника отделения полиции Новогиреева. С которым мы договорились, что ко мне придет человек вот где-то в час дня, в час дня, вот там определенные вопросы обсудить. Но я догадывался, что речь пойдет об этом азербайджанском ордере на арест, который то он то исчезал, то постоянно всплывал. Вот, я готов был его принять. Мне, в общем-то, его скрывать было нечего по этому поводу, и куда-то прятаться я, естественно, не собирался ни от кого. Вот, и тут стук в дверь. Я подумал, что это может быть какая-то провокация. Вот, может, азербайджанцы кого послали. Мы знаем, какие они иногда методики используют. А может, это украинцы. У меня и с украинцами неважное отношение. А вот и здесь же Алиев вроде бы в Москве находился, нет? Нет, он как раз приезжал и уехал за день до этого. Он 23-го уехал. А 24-го как раз раздался стук в дверь. Вот, я подумал, может, это террористы эти киевские, которые тут наших политологов убивают, там, и каких-то диссидентов, кто им не нравится. И я не стал дверь открывать. Я вызвал тогда сам полицию. Вот, приехал, значит, наряд приехал полицейский уже в форме, с оружием. Я тогда открыл дверь. И тут они меня скрутили. Говорят, вы задержаны. Я даже немножко растерялся, что происходит. Я вызвал, чтобы меня защищали от каких-то подозрительных людей. Вот, они меня скрутили. И сразу, говорят, потащили меня в отделение. Я говорю, ну дайте хоть мне ботинки одеть. Они прямо скрутили вас? Ну, пытались. Я сказал, если вы меня сейчас тронете, я вот могу упасть, у меня гипертонический криз, я умру, что вы будете делать? Ну, тогда они не стали меня физически прессовать, но стали вот так вот давить, чтобы я выходил из тамбура. Ну, я говорю, дайте хоть ботинки одеть. Я в тапочках был. И в майке. Хотел зайти в квартиру, чтобы надеть ботинки. Они не пускают. Видимо, боялись, что я закроюсь там и не буду выходить. Вот, и один говорит, ну ты давай, пусть он даже в тапочках едет, в майке. Представляете, на улице еще достаточно холодно. Вот, вот такое отношение. Но, в конце концов, жена там вышла, вынесла мне ботинки и куртку. Потом я проследовал за ними. Проследовал на автомобиле под этим эскортом, вооруженным в Новогиреево отделение полиции. Это отдел уголовного розыска. Делал первую полномочию уголовного розыска. Женщина там. Вот, уже меня допрашивала по поводу вот этого уголовного дела, которое было заведено на меня Азербайджаном в 22-м году, в декабре 22-го года. На мой вопрос, а что, вот раньше-то не возникали вопросы. Я же приходил, я говорю, к вам сюда, в отделение. У меня много дел всяких там по другим вопросам было. Да и по этому вопросу я общался там. Вот, с представителями Росгвардии, правда, не полиции вначале, но потом и полиции общался тоже, поэтому вопрос сам приходил. Объяснял ситуацию, что я преследуюсь по политическим мотивам, по заданию Олива. Ну, как видно, это не возымело никакого действия. Даже не было попытки со стороны полиции вот как-то попытаться выяснить, в чем дело. А скажите, это вот так вот просто президент другого государства, другая страна может накалякать какую-то кляксу, отправить в соседнюю страну, арестуйте этого, местная полиция пришла, заломила руки. Это как? Это нормально вообще? Ну, вы знаете, это вообще возмутительно. Я не знаю, что в каких других странах имели место такие вот случаи, чтобы своего гражданина вот по заказу какого-то там, тем более, какой-то второстепенной страны, какого-то там мелкого диктатора, вот стали бы хватать своих граждан. Это вообще удивительно. Но я вам больше скажу, как оказалось вот в этом уголовном деле, которое против меня, значит, вот прислали это дело, оно на азербайджанском языке. Только сопроводительная бумага на русском языке, там на одну страничку, что я обвиняюсь в терроризме, вот, так сказать, в пропаганде агрессивной войны, и все. А вот конкретные факты они написаны на азербайджанском, никто его у нашей милиции, полиции не знал, что там, собственно, написано. Но, тем не менее, бросились исполнять. Ну, они, видимо, считают, что в Москве должны, или пора уже знать, наверное, азербайджанский язык. Ну, азербайджанцы, возможно, так считают. Но вот что думала наша полиция, когда без перевода, без, так сказать, оценки того, какие ко мне, собственно, обвинения выдвинутые, вот, принимают такие методы по жесткому задержанию, это, конечно, совершенно возмутительно. Вот. Поэтому... Ну, а что думала полиция? Давайте вот мы сейчас спросим у нас тут на связи юрист, как раз ваш адвокат, который занимается этим делом, Рубен Киракосян. Здравствуйте, Рубен. Здравствуйте, Рубен Киракосян. Да. Ну, вы все слышали, и вы лучше меня знаете. Что там в полиции? Вот вы съездили туда, с чем столкнулись? Разобрались с азербайджанским текстом? Отлично, разобрались. Просто с первого раза. Шутка. Спасибо за приглашение, спасибо за ваше внимание к проблеме. Михаил Владимирович, это очень важно. Мы не хотим, чтобы в нее попадали другие граждане Российской Федерации. Поэтому мы считаем это таким тестовым заданием, которое мы должны с частью пройти. Мы уже его с частью прошли. Мы должны дальше разобраться, что к чему и как. Так, действительно, документы, которые были присланы, они были, во-первых, некомплектные, во-вторых, они были не переведены. И, в-третьих, из них ничего не было понятно, потому что не было даже приложено никакой экспертизы. И в чем она обвиняется? Потому что те статьи, 4 статьи, которые инкриминируются в Михаил Владимирович, они носят, скажем так, характер массовых преступлений. Такие как призывы к публичным какими-то беспорядкам, призывы к войне, вот такого плана. Я когда прочел это, у меня, знаете, что вспомнилось? Почему-то вспомнился и смертный барон Мюнхгаузен, который объявил войну Англии. Вот сейчас наш Михаил Владимирович, это как вот тот самый барон Мюнхгаузен, который объявил войну Англии. До 6 вечера война должна была либо привод, либо нет. Вот успели, так сказать, успели. А чего они хотели? Ну, задержали человека. Что дальше? Чего они требовали? Самое интересное, что они изначально понимали неисполнимость своего запроса на выдачу, потому что граждане Российской Федерации не подлежит выдаче и по Тищеневской конвенциям о международной правовой помощи, международственной, и по консекутации Российской Федерации ни по одной норме он не подлежит выдаче. Честно говоря, когда я приехал в отделение полиции, я первое, что увидел, это растерянность сотрудников полиции. Я искал по зданию Михаила Владимировича, не мог его найти, и вот наткнулся на тех сотрудников, которые должны этим заниматься. Он уже несколько часов там находился. Ну, честно говоря, вообще для меня это было... Мы собирались 24 апреля, собирались сначала посетить мемориальный комплекс, да, вот, пойти в память. Потом хотели поехать на похороны дипломата Казимирова, и, к сожалению, было прощание. И по пути в пробке нас застала вот эта весть. Мы резко, значит, свои планы поменяли, и поехали в Новогиреево понять, что происходит. И вот увидели растерянность полиции. Они, с одной стороны, должны были как-то отреагировать на этот международственный запрос, а с другой стороны, они понимали, как на него отреагировать. Я пришел со своими предложениями и идеями. Они были восприняты рационально. Такое ощущение, что они нуждались в понимании, что им делать, потому что в ряде правил отделения полиции когда-то сталкивается с международственным правом, межполитическими отношениями. И в результате мы добились того, чтобы его сразу перевезли на нескольких машинах и поехали к межрайонному прокурору Кировскому. И, значит, там более начался разговор обстоятельный. Мы там привели доводы, что... Ну, начали исследовать его биографию Михаила Диновича, начиная с его родителей даже. Но, в конце концов, пришли к поводу, что нету оснований для его удержания. Тем более, что он даже не был задержан. Он просто сидел в коридоре. Отделение полиции его даже не закрыли нигде. Просто держали в коридоре и не понимали, что предпринять. И протокола никакого даже не было составлено. То есть человек из протокола несколько часов провел в отделении полиции, что сам по себе уже грубейшее нарушение конституции, закона и так далее и тому подобное. Мы добились того, чтобы объяснили, что каждая минута его пребывания в этих стенах чревата большим резонансом. И, значит, будет дана эта законная оценка. Прокурор это понял, оценил ситуацию объективно и уже поздно вечером был отключен на свободу, так как не было к нему никаких претензий в российской стороне. У меня снова к вам вопрос, Михаил Владимирович. Я так и не понял, чего Алиеву от вас нужно? Ведь таких Александровых-то немало и в России, и не в России, которые высказываются так, как они высказываются, и не только об Алиеве, но и о других лидерах стран. Это нормально, это критика, а что тут не так? Может, у вас какие-то личные с ним, личные какие-то встречи были отдельные, у вас личные неприятия друг к другу? Вот, но я не успел об этом сказать, но вот вы правильно обратили внимание на тот факт, что вот этот эпизод произошел как раз сразу после приезда сюда Алиева. и тот факт, что вот милиция там, допустим, полиция наша, извиняюсь, она не понимала, чего делать, это в значительной степени свидетельствует о том, что поступила какая-то указиловка, от кого непонятно, но указиловка, которая по существу, так сказать, требовала от них произвести задержание. Вот, а что делать потом, это уже, так сказать, видимо, не было важно для тех, кто это указил в Кудавал, и чтобы отрапортовать, что вот Александров задержан. Вот, и, так сказать, просьба нашего дорогого друга Ильхама Алиева Аглы, она выполнена. Ну, а то, что прокуратура проявила принципиальность, вот, и меня выпустили, ну, это уже, так сказать, естественное развитие событий. То есть, как правильно сказал Рубен, тут, в общем-то, Азербайджану особо рассчитывать-то не на что было. Кроме того, что вот попортит мне нервы, так сказать, попытаться оказать давление, запугать, может быть, в расчете на то, что я вот изменю свою принципиальную позицию по Нагорно-Карабахскому конфликту. Почему Алиев вот лично так против меня настроен? Ну, видимо, потому что мы с ним учились на одном курсе МГИМО. Вот, я не могу сказать, что у нас тогда, когда мы учились, были плохие отношения. Ну, в общем-то, мы как-то особо и не общались с ним, хотя учились в одной... Влюблены в одну и ту же вы тоже не были. Да, мы с ним близки не были. В общем, ну, я не могу сказать, что у нас были плохие отношения. Моя позиция по Нагорно-Карабахскому конфликту носит исключительно принципиальный характер. Я считаю, что армянский народ Нагорного Карабаха имеет право на самоопределение. Точно так же, как русские люди Крыма, русские люди Донбасса, которые в свое время были отданы большевиками, фактически, в качестве рабов соседним республикам, вот, чтобы работали на них. Как Ленин сказал, там мало пролетариата в Украине. Да, пусть вот присоединим Донбасс, пусть русские на них работают. И то же самое вот с Карабахом, что пусть армяне там будут в составе Азербайджана. Поэтому я принципиально выступаю за право нации на самоопределение, вот, особенно в таких ситуациях, когда справедливость явно на стороне армянского народа. Вот, ну, Алиев придерживался другой точки зрения. Естественно... Это его право, да? Да, у нас, естественно, по этому поводу возникли расхождения. Вот, ну, азербайджанское посольство в Москве начало меня преследовать еще в 2016 году, когда, вы помните, был первой четырехдневной войны. В нарушение, кстати, соглашения о перемирии 1994 года. Вот мы говорим о том, насколько сейчас вот мирный договор, ожидаемый между Арменией и Азербайджаном, насколько он вот будет гарантировать безопасность Армении. Насколько он будет мирный, этот договор? Да, насколько он будет мирный. Вот был договор 1994 года о бессрочном прекращении огня. Его, кстати, вот заключал под эгидой, заключали того самого Владимира Николаевича Казимирова, который вот на днях скончался, выдающийся российский дипломат, вообще прекрасно знавший эту тему, которого уважали в Армении, да и в России профессионалы его очень уважали. Вот, но сейчас таких, к сожалению, специалистов по Нагорно-Карабахскому конфликту у нас в МИДе нет, поэтому мы видим какие-то выкрутасы, вихляния непонятные. Вот, совершенно безответственное заявление, что вот для того, чтобы доказать этническую чистку в Нагорном Карабахе, надо предъявить какие-то документы, понимаете, ну это вообще за гранью, как говорится. И, наверное, на азербайджанском языке. У меня вопрос вот еще такой к уважаемому юристу Рубену Киракосяну. А вот что делать остальным? Ведь в России и не в России, ну, в данный момент мы говорим о россиянах, есть немало политологов, блогеров, журналистов, но которые могут высказаться что-то, с чем-то таким, с чем Алиев, может быть, не согласен. И придут полицейские, вот как в этом случае быть? Я так понимаю, все это неправомочно, правильно, нет? Вы совершенно правильно задали вопрос. Я как раз это хотел сказать, вы упредили, как раз необходимо сделать из этой ситуации вывод для блогеров, для политологов, для журналистов, потому что те нормы, которые инкриминируются сейчас, они носят совершенно такой неопределенный, резиновый характер. Их можно толковать как угодно, и можно привлечь за любую формулировку. Такие, знаете, наступили некие такие оруэловские времена, такие, когда непонятно... Поэтому за зеркалем, которые мы оказались... Не, но оруэловские времена в Азербайджане, они с 2003 года, это понятно. Но мы-то живем вроде бы как не в тех временах. Да, но наши соседи в этой ситуации оказались, и они, это когда экстраполируется на нашу здешнюю жизнь, как показывает практика уважаемого ученого, как мы относились с Азербайджаном, и их зазеркали. Вот, поэтому надо всегда быть принципиально, проявлять принципиальность. Ну, во-первых, быть очень избирательным в своих формулировках, максимально избирательными, и, значит, думать, консультироваться, советоваться с экспертным сообществом, вероятнее всего, для того, чтобы... Мы будем добиваться на этом, это просто для меня... Нет, ну вы же понимаете, это нереально, тех же журналистов или блогеров. Мы что же будем после каждого своего, перед каждым эфиром советоваться с лингвоэкспертами, выдавать им тексты на проверку, а потом только выходить в эфир, думать о том, что она упаковывает восточный султан? Уважаемых любых СМИ есть юридический отдел. Ну, я понимаю, что мы не в насыстании это делать, мы все являемся авторами, которые действуют в индивидуальном порядке, поэтому этот риск всегда есть, и надо просто его всегда иметь в виду в своих формулировках. Ну, максимум, это все, что можно сделать. На основании этого ситуации мы будем готовить обращения в Росстуднадзор и в иные инстанции по поводу того, чтобы были выработаны некие рекомендации для органов, правоохранительных органов, для блогеров, каким образом, если какие-то методики нужны, рекомендации, каким образом сформулировать, где можно, а где нельзя, раз оказались в такой ситуации, что можно, чего нельзя, как говорится. По-другому нельзя, потому что в каждом случае, вы правильно говорите, привлекать эксперта – это просто сумасшествие какое-то. А можно просто взять и аннулировать эту конвенцию Кишиневскую 2002 года, чтобы не было таких инцидентов. Но она конвенция, видите, она конвенция очень широкого действия. Там она касается семейных дел, уголовных дел, гражданских дел. Она на все случаи… А я в вашем документе, то, что на азербайджанском языке, увидел ссылку на 2022 год, на вот междугосударственные российско-азербайджанские документы. Вот на основе этих документов, вот на что они ссылались, они требовали, которые выдвинули российской стороне. У них нету, есть СНГ-вская конвенция, отдельно Россия и Азербайджан, такого нет, есть общая конвенция. А 2022 год – это что? Это другое, это декларация о союзнических отношениях. Это да, это декларация. А что это? Вот здесь подробнее, что это за декларация? Ну, декларация о союзнических отношениях между Россией и Азербайджаном, подписанная в начале 2022 года, в январе, по-моему. Вот, она, так сказать, просто декларативная такая. Это не договор, вот как у нас с Арменией, договор о военном союзе. Там все прописано. А здесь, в общем-то, в основном такие общие слова. Но, тем не менее, Азербайджан ссылается на эту конвенцию, доказывая, что он огромный наш союзник, что он, так сказать, чуть ли не костьми за нас. И поэтому нельзя ничего плохого говорить про Азербайджан. Про Азербайджан ничего плохого. Что бы они там ни делали, то, что бы ни вытворяли, вплоть до поставок на Украину различных компонентов, которые можно использовать в военных целях, ну, говорить ничего плохого нельзя. Рубен правильно сказал, что у нас, так сказать, не было никакой экспертизы в этом азербайджанском деле приложено. Ну, мало того, что не было экспертизы, они фактически это дело сфальсифицировали. Почему я так говорю? Потому что они ссылаются, по существу, на одно моё выступление 22-го, прошу прощения, 13-го декабря 22-го года. И обвиняют меня в начале, так сказать, вот этой войны агрессивной, в террористических актах. А изъяли ту часть, где я говорил о том, что эти действия могут быть предприняты в ответ на атаку на российский миротворческий контингент. То есть только в случае атаки на российский миротворческий контингент. Вот. Они, знаешь, это изъяли. Вот. И взяли тот кусок, где я говорю об ударах по азербайджанской инфраструктуре. И представляют это как вот призывы к терроризму, знаешь, к началу войны против Азербайджана. Я тут хочу напомнить, что статья 10-я российского закона об обороне, она чётко говорит, что в случае нападения на российские вооружённые силы за рубежом, вооружённые силы Российской Федерации имеют право, значит, вести боевые действия с этой страной, которая напала. Вот. Это всё совершенно законно у нас прописано. А, да, имеют право. Но мы можем даже и напомнить другое. Сколько человек погибло, граждан России, военнослужащих, от рук наших соседей. Может, мы напомним? Да, да, 6 человек погибло. Вот. Это только на территории Карабаха. На территории Карабаха. Но ещё и были гибели на территории Армении, когда сбили самолёты или вертолёт, что там было? Вертолёт, вертолёт. Вертолёт, да? Да, вертолёт. Или со стороны Нахичевани. Я хочу напомнить, что вот был прецедент в 2008 году, когда Саакашвили напал на Южную Осетию. Он в том числе напал на российский миротворческий контингент. Это послужило основанием для ввода российских войск в Южную Осетию и принятию мер по отражению агрессии Грузии против Южной Осетии. То есть, по существу, здесь была аналогичная ситуация в Нагорном Карабахе. Ну вот, в данном случае руководство России посчитало нецелесообразным отвечать на эту агрессию. Вот полицейские отправились исполнять приказ чей-то и поехали за вами, доставили вас в участок. Мне интересно знать, а понесли ли наказание те, которые... те азербайджанские военнослужащие, или не военнослужащие, я не знаю, от которых погибли наши ребята. Да нет, не понесли. Почему-то вот замалчивают это дело. Да, могли бы, кстати, уголовное дело возбудить. Вот. А то Алиев извинился, у нас что получается? Значит, если ты кого-то убил, извинился, и тебя что, индульгенцией? Может, дальше убивать? Это вообще непонятная ситуация. Кстати, по Украине такого нету. То есть вот у нас все дела расследуются, Бастрикин расследует все случаи убийства и российских военнослужащих, и, так сказать, мирного населения, то есть незаконного такого, не в ходе боевых столкновений, а вот незаконного убийства, что и было, собственно говоря, в Нагорном Карабахе, потому что там не было боевых действий между российским миротворческим контингентом и азербайджанскими войсками, потому что это были миротворцы. И вот нападение на миротворцев, это тоже, так сказать, военное преступление по существу. Ну, вот видите, у нас никто даже не удосужился уголовное дело возбудить по этому поводу. Но это минус нашим и плюс им. Что тут еще можешь сказать? Проблема в том, что решения принимаются совершенно не из системного характера. Они носят ситуативный характер. Все решения, они носят оперативный, манипуляторский характер, силминутный. В этом проблема, что по каждому конкретному делу решение принимается из-за целесообразности. Понимаете? Которая не лежит в логике закона, но закон становится методом применения вот этой целесообразности ситуативной. Вот сейчас целесообразно вот так, поступим так. Завтра будет целесообразно по-другому в отношении этого иного лица, поступим по-иному. Вот эта вся вот драма этой ситуации, что Михаил Димович оказался вот в той ситуации, когда нету системного понимания ни со стороны ни одного органа власти, что с этим делать. Потому что эти вопросы, вот блогерство, журналистики и так далее, они не до конца урегулированы. Нету, есть некие декларативные нормы закона о том, что это плохо, ай-ай-ай, там нельзя. Но как хорошо, никто не говорит. Только все говорят, как это плохо, но никто не говорит, как хорошо. Да, вот как можно. В основном, как нельзя. Нельзя именно каким образом, никто об этом не говорит. И это остается на страхе, профессиональный страх и риск ваших коллег и вас в том числе, господа. Поэтому тут решение принимается вот таким образом, в такой атмосфере. Ну, тогда такой вопрос уже, наверное, будем завершать, потому что по времени мы бы даже превысили. Чем дело собираетесь заканчивать? Забудете или что дальше? Вот я конкретно по Александрову. Будем заниматься, безусловно, есть уже разработанный план действий, в том числе будем обращаться в битр Российской Федерации. Я сейчас не буду всем рассказывать. Вы складывать руки не будете? Совершенно, совершенно. Наоборот, он профессиональный азарт. Если Михаил Владимирович готов, то мы готовы его поддержать. Потому что это, как первопропорция, будем пытаться установить новые какие-то стандарты. Ну да, и по вашему примеру, потом могут следовать другие, если подобные случаи. Это очень важный прецедент, кстати говоря. Потому что такие случаи могут сейчас плодиться пышным цветом. Ведь эта конвенция, она, в общем-то, подписана не только Азербайджаном, она подписана, допустим, Украиной. Что мешает Украине сейчас завести уголовные дела против участников СВО за террористические действия? Направить этот запрос в Москву? И что, у нас полиция побежит арестовывать участников СВО? Сказав, что вот мы украинский язык не знаем, что-то там написано было. Потом Таджикистан, допустим, сейчас вот видите, они недовольны, как у нас обращаются с мигрантами. А что им мешает сейчас начать возбуждать уголовные дела против отдельных чиновников? Тех же самых полицейских, которые там, по их мнению, несправедливо обошлись с таджикскими мигрантами. И чего так наша Фемида будет делать тогда? Нас просто завалят исками, и я не знаю, как мы будем от этого отбиваться. То есть нужна какая-то четкая система, четкая процедура. То есть любой такой иск должен получать, во-первых, там все должно быть соблюдено, там и перевод, и все должно прилагаться. А если этого нет, то он должен просто возвращаться той стороне, которую вы прислали. С сопроводительной запиской, что извините, вы не сделали перевод, мы не можем это рассматривать. Или, так сказать, после того, как они перевод прислали, значит, это должно идти человеку, который занимается оценкой с точки зрения российского законодательства, насколько обоснованы вот эти вот претензии, выдвинутые там. Потому что... А то вы теперь знаете, как звучит великий, могучий азербайджанский язык, на котором не говорил даже Низа Амин. Да, так что это вот все надо очень серьезно прорабатывать. Ну, я вам желаю удачи. В принципе, не только вам, и нам вообще. Я тоже в этой системе варюсь. Хочу пожелать удачи. И, как мне кажется, правда, на нашей стороне значит, все будет здорово. Спасибо еще раз, господа, что были сегодня в эфире. Не забывайте нас, потому что вопрос, когда вопрос находится в сфере внимания информационного поля, это помогает очень. Просто вас не забывайте про нас, иногда посвящать в продвижении вопроса какие-то выпуски будущего. Я и не забываю. Вы у меня на карандаше, поэтому вы сегодня здесь. И взял на карандаш. Все, еще раз спасибо большое. Всем нам удачи. До свидания. До следующих встреч в эфире на следующей неделе. Спасибо. 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 Спасибо.